Программа предназначена для аудитории от 16 лет. И как-то совсем мы позабыли о том, что очень много молодежи собирается рядом с этим памятником. А контакт работал в это время, да? В перерыве. Да, в контакте, например, комментарий поступил к нашему опросу. А где же тогда на скейте кататься? А также там на биомиксах катаются. И вот так вот переходим и ко второй теме, а именно к велосипедам. Велосипедизация Кирова. Планы на 2017 год. И у нас в гостях президент Федерации велосипедного спорта Кировской области Григорий Долгий. Григорий, здравствуйте. Добрый день. И Игорь Багин, активист движения «Красивый Киров», который совсем недавно принял участие во втором международном велосипедном конгрессе. С 14 по 16 апреля проходил он в Москве. Добрый день. Да, как-то тут весна, и мы начали снова встречаться и говорить о великах, да? И даже мы расскажем сегодня с Григорием, какие есть планы, да? Есть планы массовых мероприятий, есть планы спортивных мероприятий на этот год, связанные с велосипедом. Но я предлагаю все-таки начать с Игоря Багина, который вот буквально тут вернулся со второго международного велосипедного конгресса, ни больше, ни меньше, который проходил в городе Москве 14-16 апреля. Мы, собственно, от этого и оттолкнулись, на самом деле, Игорь. Ну, и еще от того, что вот уже два раза мы собирали здесь мини-рабочие группы, которые будут расширены по планированию открытия велосезона. И об этом, да, будем сегодня говорить, как я сказала. Игорь, во-первых, что за конгресс велосипедный? Кто его организует? Это вопрос активистов или все-таки это уже история с властями тоже связанная? Ну, организует этот велоконгресс. В этот раз, в прошлый раз я на нем не присутствовал. В прошлый один раз, это второй. Ну да, но у них были еще там велосипедные встречи различные. Просто название, видимо, сейчас такое серьезное стало. Есть активисты, да, это движение Let's Bike It в Москве. Владимир Кумов, он организатор этого мероприятия. Это то движение и тот человек, который сейчас входит практически там во все... Советник, да, министра транспорта по развитию велоинфраструктуры. Совершенно серьезная позиция, и он принимает участие в планировании всех возможных дорожных мероприятий. Ну, советует, так скажем. Принимает участие, да. Принимает участие, но вот это очень интересно, что по этому вопросу, про вопросу развития велокультуры в России, думает Министерство транспорта. Как раз на велоконгрессе выступал Николай Асаул, заместитель министра транспорта Российской Федерации. Он рассказал как раз, какие шаги они делают, что в ближайшем будущем, по идее, должно поменяться в России. И что же должно поменяться? Ну, вот сейчас как раз принимаются различные программы развития транспортной инфраструктуры. Вот приняли, по-моему, в феврале такую программу на уровне правительства Кировской области по агломерации. По кировской агломерации. И 30 марта была утверждена такая программа на уровне муниципалитета города нашего. Ну, то есть, как это повлияет на жизнь всех кировчан и любителей велосипеда? В наших программах как раз ничего абсолютно нет про велодвижение и пешеходную инфраструктуру. Замминистр транспорта как раз сделал на этом упор, что приоритеты должны меняться с автомобилей на пешеходов и велосипедов. Это совершенно конкретно было сказано. Он обозначил, какие проблемы сейчас существуют у пешеходов и велосипедистов, самых незащищенных участников дорожного движения. Ну и показал, в декабре была принята у них тоже методичка или программа какая-то, где тоже совершенно четко сказано, что должен быть сделан упор именно на развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры. В Кирове этого ничего нет. Может быть, предметно какие-то высказывались предложения, что изменится? На велоконгрессе был круглый стол с представителями чиновников из администрации городов, наших российских, которые там присутствовали. Где Кирова не было? Кирова не было, да. А какие города были представлены? Была Уфа, Казань, по-моему, была. Всех я не помню, я не знакомился. Но были эксперты. Там были города, сравнимые по площади и по населению с Кировом? Или это все крупные были города? Именно из администрации, кто приезжал? Да, да, да. Был Световкар? Ну нет, я участников там конкретно не выписывал, не смотрел, какие города там приехали. Это, я думаю, стоит потом узнать у организаторов. Но из активистов, с кем я познакомился, были города и по 300 тысяч, и по 400, ну разные, там Северодвинск, у них 300 тысяч населения, Уфа, ну у них, понятно, там побольше, да. Много было различных городов, у которых Петрозаводск, да, у них поменьше населения. Ну у них там достаточно интенсивнее развивается велокультура, чем у нас в Кирове. Ну и вот, возвращаясь к круглому столу, там как раз обсуждали поправки в правила дорожного движения, связанные с велоинфраструктурой, разметка, полосы, дорожки, все вот эти понятия, чтобы там обозначить. Но были очень жаркие споры и не успели обсудить даже половину. Ну и интересные изменения, я думаю, нас ожидают. Вот мы подождем, когда там экспертная группа еще раз соберется, и все эти правки, которые они предлагают, я думаю, они в открытый доступ выложат, и мы можем ознакомиться с ними. Да, я сейчас на сайте Велоконгресса. Речь шла о заместителе министра транспорта Российской Федерации Николая Сауле, который принимал участие в этом конгрессе. И были представители не только разных городов России, но также и разных стран. Я тут вижу Филиппа Криста из Франции, Карен Уитакер из США, Робин Мазундер, Канада, Боже мой, Швеция, Германия, Нидерланды, Испания, Мексика, Латвия и снова Нидерланды, что неудивительно. Огромное количество людей, и вся программа тоже выложена, и я думаю, что те, кто, собственно говоря, интересуется темой, могут зайти посмотреть, и городские чиновники, даже если не интересуются, все-таки рекомендую зайти и посмотреть, что конкретно обсуждалось. Потому что вот не зря говорит сейчас Игорь, что мы все-таки дождемся каких-то изменений в правила. И я думаю, что все равно это связано с тем вопросом, который мы вчера в программе Урбан обсуждали, а мы говорили о программе ЖКХ и городская среда, которая реализуется сейчас Российской Федерацией. И хотим мы или не хотим, в 2022 году до Кирова точно дойдут новые правила, и что-то с этим надо будет делать. И хорошо бы к этому быть уже готовыми. И эти правила как-то мы будем, наверное, подробнее в течение этого года разбирать, что, собственно, разрабатывается и чем это нам грозит. Разбирать будем с городской администрацией, в каком бы виде она ни предстала. В ближайшее время она сожидает изменений, видимо, после городской думы 26 числа состоится заседание, там будут перемещения какие-то. Надо будет посмотреть, что произойдет. Но совершенно очевидно, что в приоритете будут те города, в которых администрация будет делать расчет на комплексное развитие территории, которые напрочь отсутствуют в городе Кирове. Сейчас, как мы выяснили вчера с архитекторами, отошли от этого принципа. И очень много вопросов и претензий. И вернется к тому, что люди разрабатывали в этой же городской администрации в 90-х годах. Как раз подход комплексного развития тогда был в приоритете, и кое-какие крохи все-таки могли реализовать. Этими крохами гордится сейчас Ирина Васильевна Рубцова. Это вот то, что у нас в центре рядом с кукольным театром. Там нет велодорожки, но там есть велопарковки, которые мы с вами, друзья, поставили в последние годы. Я, кстати, до перерыва хочу сделать такой переход. Напомнить нашим слушателям, что мы все активно. И вы, слушатели, спасибо вам, участвовали в проекте «Велосипедизация» и связанном с ним проектом «Велотур Вятка Киров», который вот здесь же возник в этой студии, и два года мы его реализовывали. В результате чего были велопарады и были установлены в течение двух лет велопарковки, вот эти белые П-образные велопарковки. И заметьте, что начинали мы со скрипом, обзванивали лично представителей бизнеса, промышленности, чиновников с просьбой установить парковку и даже бесплатную парковку, которую предоставляли благодаря нашим партнерам. А сейчас посмотрите, какая ситуация на улицах города. Мы видим практически там у каждого какого-то магазина и даже учреждения, хоть маленькая, да и есть велопарковочка. И вот буквально позавчера на одном из круглых столов система «Глобус» отчитывались. Круглый стол был посвящен вносу бизнеса в экологическое развитие города. Система «Глобус» отчитывались. А мы им звонили тогда, я помню, они нас не слышали. Они говорили, да не до ваших велопарковок, это было три года назад. Так вот, они уже, кстати, выставили свои велопарковки и сказали, что в этом году они завершат велосипедизацию своих магазинов, потому что каждый кировчанин должен иметь возможность не только пешком или на общественном транспорте, или на машине подъехать, но и на велосипеде, и с коляской, и прочее. Но вот это все-таки мы видим, что движение идет в этом направлении, да, что-то в мозгах тоже меняется. Ну что, нам нужно прерваться на небольшой перерыв и буквально через полминуты продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Велосипедизация Кирова плана на 2017 год. Мы здесь обсуждаем эту тему с нашими экспертами Григорием Долгих, президентом Федерации велосипедного спорта Кировской области, Игорем Багиным, актеристом движения «Красивый Киров», участником Второго международного велосипедного конгресса, который прошел в городе Москва. И я вот открываю, я сейчас на сайте этого конгресса, и я вижу, да, действительно, в первый день в 12.10 был круглый стол для представителей администрации городов России, где докладчиками выступал, например, Евгений Ташланов, замдиректор Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени. У них концепция целой развития сети велосипедных дорожек. Александр Гапочка, например, дирекция в развитии транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, но там все понятно. Развитие велосипедного сообщения между Россией и Финляндией. Велосипедное сообщение, понимаете? Лейпциг, малоизвестный нам гражданин выступал, но думаю, что в Лейпциге все хорошо. Калининградская область, ну, это вот передовые, да, такие города, которые близко к Европе, и, в общем, у них хорошо все развивается. Ну, мы знаем отдельные, конечно же, примеры, где в маленьком северном городе там велосипедная вдруг инфраструктура возникает. И тут, Игорь, ты сказал, что в Ульяновске интересная вещь происходит. Вот там хозяин или, может быть, хозяева, например, депутаты, я не знаю, кто там решил, но решили очень важную... Да, мне тоже неизвестно. В Ульяновске 1% от транспортного бюджета ежегодно выделяется на велоинфраструктуру. Я, к сожалению, не знаком конкретно на что. Вот за последние годы потратили этот 1%, интересно на этот опыт будет посмотреть и, может, связаться вот с ребятами, которые представляли Ульяновск. Я думаю, этот опыт нужно перенимать. Как так они добились, что 1% прямо выделили и перенесли, да? Ну, да, скорее всего, это был такой, ну, не знаю, политическая воля какая-то. Воля мэра, например, или глава администрации, или кто бы там ее ни был. Ну, скорее всего, губернатора, потому что как-то через губернатора это все решалось. А, хороший вопрос. Вот я не знаю, нас любят губернаторы, в Рио губернатора кататься на велосипеде или не любят. Нам этот факт неизвестен. Ну, вот лето впереди мы увидим. Кто его знает? Ну, у них, естественно, в Ульяновске там тоже есть свои проблемы. Как раз областное правительство немного спорит, ну, в какой-то, может, конфронтации, не знаю, как это назвать, находится с администрацией города. Почему? И у них, возможно, какие-то с этим возникают проблемы как раз. Не знаю, этот опыт надо изучать, смотреть. Ну, у нас пока, по-моему, не спорят новое областное правительство с городом. Ну, и пока и не высказываются. Ну, здесь, опять же, ситуация с кировскими дорогами и с экономией бюджета, как всегда. Так что за этот один процент власть имущая могут ухватиться и не отдать велосипедистам тоже. А все в команду Родины уйдет. Да, я бы хотел тут сказать вообще насчет деньги велосипедистам, деньги не велосипедистам. На самом деле, вот очень много выступало людей и чиновников, просто активистов из европейских городов. Ну, и из Канады, да, вот были ребята. Там говорилось о том, что велосипед очень тесно интегрирован в транспортную систему города и очень сильно взаимодействует с общественным транспортом, допустим, чтобы было очень удобное сообщение. Перехватывающие всякие парковки. Чтобы было удобно куда-то доехать, оставить велосипед, пересесть на общественный транспорт и так далее. То есть они уходят от автомобилезависимости и переходят к приоритету общественного транспорта, велосипедного сообщения и особенно пешеходного сообщения. Вот там пешеходов причисляют к участникам дорожного движения и делают для них инфраструктуру. И считают этих пешеходов, и считают сообщения, кто, куда, как ходит. У нас пешеходы вообще как будто не являются участниками дорожного движения и не учитываются. Допустим, в нашей программе развития транспортной инфраструктуры Кировской написано, что столько-то метров квадратных есть тротуаров и что чиниться они будут в рамках формирования комфортной городской среды вот этой программы. Федеральной. Да, но эта программа не предполагает ремонта тротуаров абсолютно. Вот так написано в программе. И в этой программе очень много противоречий. Ну, это можно тут два часа рассказывать. Ну, еще хотя бы пару фактов. Потому что это правда. Ну, мы уже познакомили наших слушателей, постоянно это делаем, что в программе как раз ЖКХ и городская среда про тротуары ничего не сказано. Ну, кстати, по поводу... Эти четыре проекта... Нет, подожди, не программа ЖКХ и городская среда, а вот эти четыре проекта, которые единороссы двигают, там нет тротуаров. Там есть дворы, там есть парки склера, там есть дворцы культуры. И что-то, что в Кировской области вообще уже не делается, поэтому мы забыли. Четвертая какая-то часть. Тут вопрос в том, кто эту программу писал. Мне кажется, даже в университете бы, наверное, если бы это была какая-то курсовая, ее бы не приняли. По поводу велосипедов, там сказано, что велодорожки будут строиться в рамках программы поддержки местных инициатив. Ну, это просто... То есть, два метра в этом году в одном месте, два метра в следующем году в другом месте. Ну, так относится к велосипедам, то есть, не считают это за транспортное средство, которое можно использовать для передвижения с точки А в точку Б, то есть, смотрят на него как на какое-то, не знаю, развлечение. Судя по тому, что про тротуары городская администрация в этом году молчит, в этом году она и будет молчать. Ну, да, да, в этом есть проблема. Ну, вообще, если говорить о программе развития транспорта в Кирове, там, например, сказано, что общественный транспорт – это вообще суперэкологичное средство передвижения, что стоит его развивать. И в следующем абзаце пишут, что в Кирове ожидается ухудшение экологической ситуации, сами себе противоречит. Да, и, в общем, получается, что вывод из этого, что общественный транспорт развивать не планируют или, не знаю, на каком-то таком же уровне хотят остаться, как и сейчас. Он же у нас не ездит на печном топливе. Исключительно топливо там... Прямыми словами, я прям цитирую, написано, что кардинального изменения ситуации ждать не стоит. Спасибо, надо сказать. В этом месте надо сказать спасибо. Давайте к хорошему. У нас Григорий молчит сейчас к хорошему. Обратимся. Да, Григорий, что бы там ни происходило, люди, которые любят велосипеды, они своих друзей не оставят в беде. И мы даже наблюдали здесь зимой, что народ ездит на велосипедах. И даже у меня было ощущение, что ты, когда зашел в студию весь такой снегом припорошенный, то ты тоже на велике приехал, но нет, дошел пешком. Однако мероприятие, вот целый лист уже, вот я вижу, расписание. Вы запланировали, да, Федерацию велосипедного спорта? И я знаю точно, что вы занимаетесь не только спортивными мероприятиями, но участвуете в организации, в проведении общегородских мероприятий. Давайте, чтобы немножечко так взбодриться, все-таки расскажем, что планируется на этот год, а потом в конце еще немножко. Да, ну давайте немножко, предыдущая тема, я тоже скажу пару слов. Ну, понятно, что можно всегда долго-долго ждать от правительства каких-то там подвижек, но, как мы видим, по опыту прошлых лет они проходят очень медленно и со скрипом. Но на самом деле это не влияет на количество велосипедистов, потому что даже вот затронули зимний момент, сейчас появились фэтбайки и велосипедные колеса 27+, вот, и они, как ни странно, получили очень большую популярность. Даже в Кирове, да. Это видно по продажам. Да, да, то есть люди покупают такие велосипеды и ездят зимой. Это очень удобно, комфортно, вот, можно практически по любому сугробу, даже по, не знаю, там, по Насту еще почему-то. Вот, и, скажем так, политики пока, конечно, не понимают то, что мы движемся к такому велосипедному коллапсу, потому что сейчас вот снег растает, подсохнет, грязь у нас сметут, уберут, и на улицы города выйдет огромное количество велосипедистов, которые с каждым годом становятся все больше и больше и больше. Мы уже в прошлом году эту тенденцию... Да, потому что велосипед становится все более доступным, вот, его купить гораздо дешевле, чем машину, дешевле обслуживать, проще хранить, как ни странно, потому что для машины нужен гараж, стоянка, еще что-то, велосипед, ну, в крайнем случае, можно там на балкон поставить, либо дома разобрать, сложить, если зимой человек не катается. Вот, и он полезен для здоровья. Люди начинают это понимать, начинают больше и больше, скажем так, эксплуатировать в течение сезона, вот, и рано или поздно, в любом случае, мы столкнемся с тем, что нужно будет что-то делать, но это нужно будет делать не постепенно, плавно, как сейчас хочется сделать, а придется резко, срочно что-то перекравить, переделывать, выделять какие-то огромные деньги, что-то еще, ну, поживем, увидим. Вот, ну, скажем так, перейдем к позитивному моменту нашей встречи. Жизнь-то идет. Да, вот, мы, несмотря на все скрипы, наконец-то пришли к тому, что нам позволили проводить велосипедные парады, скажем так, вот первый велосипедный парад у нас будет официально, именно с точки зрения даже законодательства, потому что пришло поступление... Федерально. Да, 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 то есть пришло письмо от Минтранса на правительство Кировской области, что содействовать, максимально помочь в организации велосипедного парада, который придет у нас 28 мая. То есть это сейчас будет единый день велосипедных парадов по России. По всей России. Да, вот, и в рамках него мы, соответственно, будем делать велопробег со стартом с площади Конева, дальше будем ехать по улице Воровского, ну, там еще согласование с ГИБДД у нас будет, либо мы по Октябрьскому параду, либо по Карла Маркса и финиш на Театральной площади. То есть участвовать могут все желающие старше 12 лет. Возрастной тенз только для того, чтобы мы просто не растянулись, и у нас это на весь день не ушло. То есть все желающие, мамы, папы, семьи в сборе, бабушки, дедушки, в первую очередь, это очень важно, потому что велосипед положительно влияет на сречную систему. Какие-то, может быть, организации к нам присоединятся, коммерческие, некоммерческие, любые, со своими флагами, майками, все что угодно. То есть, по сути, любой желающий, кто хочет показать, что вот он велосипедист, и показать, сколько у нас действительно стало много. Потому что велоаппарат, в первую очередь, показатель того, насколько востребован велосипед, как спортивный инвентарь, как транспорт именно у нас в городе. Ну и кроме того, давайте не забывать, я понимаю, что это популизмом будет попахивать, однако в год экологии не надо забывать, что более экологичного транспорта, чем велосипед, еще не придумано, ну кроме ног. Да, в год экологии, собственно говоря, сам Бог велел проводить велопарады, велосоревнования и даже велобарахолку, которую мы хотим устроить на театральной площади. Да, перейдем уже непосредственно к самому мероприятию. То есть, мы финишируем на театральной площади, и вот там как раз, что мы хотим организовать. То есть, хотим сделать велосипедную ярмарку, то есть, будут приглашены все велосипедные магазины нашего города. Велобарахолку, на которую может приехать любой желающий, и свой, например, старый велосипед, который ему там уже, ну, надоел, не знаю, там мало, вырос из него, да, там хочется покруче. Вот, он может там его продать. Соответственно, туда могут прийти другие люди, у которых, например, не хватает ресурсов на то, чтобы купить новый хороший велосипед, они могут купить вот такой... Старый хороший велосипед. Ну да, можно сказать и так. Вот. Ну, будут организованы, возможно, лотереи-конкурсы от партнеров, кто у нас, скажем так, заявится на эту ярмарку. Вот. Ну, и мы ждем... Арт-маркет. Арт-маркет. Возможно, там будет еще, возможно, здоровое питание. До конца мы еще не знаем, кто у нас будет, потому что... Детская площадка, возможно. Есть, есть, на 100% будет. Вот. Пока еще это идет в стадии разработки у нас все. Надо здесь сказать, что, несмотря на то, что мы сообщили о своих намерениях, правительству, Министерству спорта и администрации, официальное письмо еще не направлено. Оно будет направлено в ближайшие дни. Ну, да, буквально, может быть, сегодня-завтра это будет уже сделано. Вот. И там уже придет процесс согласования. О чем мы дополнительно будем всех извещать. Я правильно понимаю, что вот 28 мая, это каждый год теперь будут проводиться велопарады, такие по всей стране? Да. То есть утверждено, на самом деле, три даты. То есть первая дата, это 28 мая, это Всемирный день, ой, Всероссийский день велопарадов по городам. И еще две даты, это на работу на велосипеде. То есть это весенняя акция и осенняя акция. Но она не носит такой массовый характер, имеется в виду с точки зрения организации. Это самостоятельно просто как день. Экология, когда у нас выключают электричество в Кремле, ну, наподобие вот этого. 19 мая и 22 сентября. Да, все верно. Вот эти акции, парады, это то, чем занимается как раз Владимир Кумов. Благодаря ему это стало возможным. Да, летсбайкет. Это вот, который организовал Всемирный конгресс. Сейчас прервемся на две минуты буквально рекламы у нас в программе, после чего снова мы будем рассказывать о том, как движется велосипедизация Кирова. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Велосипедизация Кирова, планы на 2017 год. Мы обсуждаем с активистами Григорием Долгих, президентом Федерации велосипедного спорта Кировской области, и Игорем Багиным, активистом движения «Красивый Киров», участником Второго международного велосипедного конгресса, который проходил в городе Москве. И очень хочется, конечно же, сообщить новому правительству, старому правительству, что, ребят, подключайтесь, живем в одном городе, интересы жителей – это ваши интересы, потому что вы призваны служить в общем. Ну что, про одну акцию рассказали. 28 мая – Всероссийский день велопарадов. И у нас он пройдет от площади Конева до театральной площади. И огромное количество различных площадок будет. Эта информация продублируется у нас, конечно же, и в новостях. А какие еще мероприятия ожидают нас? Так, ну вот, к сожалению, из-за погоды аномальной у нас принеслась велосипедная гонка шоссейная ежегодная, которая проходит в рамках общегородской эстафеты. Ее принесли с этих выходных на 14 мая. То есть, это у нас гонка уже стала традиционной. Мы проводим третий год при поддержке администрации города Кирова. На нее приезжают у нас спортсмены с Перми, с Иктывкара. Вот в этом году мы их ждем, конечно, Казань, Нижний Новгород еще. Ну, там порядка 50 участников, абсолютно разные возрастные группы. То есть, там от 14 лет до бесконечности. Гонка получается очень зрелищная, потому что она проходит у нас по кругу, по Киевскому проспекту от Танка до Сельхозакадемии. То есть, там получается порядка 10 кругов и финиш на нейтральной площади. То есть, там очень яркая борьба. Можно стоять на лес, смотреть, болеть, поддерживать спортсмена. Вот это по шоссейным гонкам. То есть, у нас придет еще ряд шоссейных гонок в области. Это у нас будет в основном использоваться дорога Орич и Мирный, потому что там еще сохранился асфальт, и там небольшой трафик автомобильный. То есть, там безопасно, удобно проводить. Вот, также пройдут у нас ежегодные гонки по кросс-кантри. Кросс-кантри – это езда на горном велосипе, посещенной местности. То есть, будут гонки в Слободском. То есть, у нас вот с того года очень получилось такое интересное распределение по району. То есть, раньше мы проводили в основном все город Киров. Ну, максимум, что там, из-за сплята Чепецк. Сейчас у нас практически в каждом регионе, в каждом районе проходит гонка. То есть, у нас будет гонка в Слободском обязательно по кросс-кантри. Гонка будет в Чепецке. Гонка, естественно, будет в Кирове. И, не знаю, Налинск в этом году он решится, не решится на проведение. Возможно, будет еще Налинский гонок. По продолжительности какие это гонки? Они разные. Забыл еще сказать, Верхошижимский район, очень хороший марафон у нас там проходит. То есть, гонки именно разные. То есть, гонки есть такие спринтерские, где дистанция небольшая и нужно быстро-быстро-максимально проехать. И вплоть до марафонов. Это у нас 70 километров по опрещенной местности. Это будет проходить у нас на стадионе Шижмы. Это Верхошижиме. Вот ежегодно проходит. Там нас собираются порядка 100-150 участников. То есть, там люди приезжают в участие России. Вот примерно где-то 6 лет назад я заметил рост как раз количества велосипедов на улице. Наверное, стык нулевых и десятых. Сейчас рост продолжается. Так мы переходим к улице или мы все-таки про спорт? Спорт, да. Давайте подобьем спорт. Кто эти участники, которые приезжают? Это все профессиональные спортсмены? Ну, смотрите, то есть до прошлого, позапрошлого года у нас не было роста особо по любителям. То есть, любительская велогонка та же самая гонка, но она проходит по трассе либо меньше дистанции, либо существенно проще по препятствиям. То есть, там меньше градиент рельефа и, ну, меньше всего, можно кочек корней. Вот. Сейчас же мы хотим сделать именно акцент на любительский велосипедный спорт. Потому что откуда берутся спортсмены в целом? Изначально тот человек, который купил велосипед себе, либо купил ребенку, вот начал кататься, стало интересно, стало, скажем так, захотелось там где-то с лестницей попрыгать, там где-то заехать на бордюр, там еще что-то. Вот этот человек уже начинает пробовать себя где-то на пересеченной местности. Потому что велосипед – вещь универсальная. Можно ехать и по асфальту, и по грунту, и в этом его основной плюс. Вот. И когда они уже покатались по тропинкам где-нибудь там в Парвошино, там в Деннер-парке, еще они такие, о, хочу попробовать себя как вот на соревнованиях. Вот как раз для них мы делаем категорию любителей. То есть, они могут прийти, при наличии достаточно только шлема и справки о терапевте, потому что нет противопоказаний, могут поучаствовать именно, попробовать свои силы. Вот. Вот. И как раз мы хотим сделать акцент в этом году на любительские велосипедные гонки. То есть, вот хотим провести 27 мая, пока согласуем, где это у нас будет, гонка для каждого. То есть, это будет гонка именно для любителей. А на следующий день парад. На следующий парад, да. Вот. Ну, она, думаю, что не сильно устанут, ребята. Вот. Именно чтобы каждый желающий, кто еще сомневался, вот, ехать, не ехать хочется, вроде бы, там сложно, вдруг там что-то тут надо, это, это, это. То есть, это максимально будет доступно. То есть, как по территории гонки, то есть, ее расположение, так и по критериям к участнику. То есть, достаточно главное, чтобы был исправный велосипед с тормозами, шлем и, ну, справка терапевта, который получить, в принципе, это 5 минут зайти. Где можно ознакомиться с расписанием этих мероприятий и как поучаствовать? Ну, у нас основной ресурс – это X-Киров. То есть, это мультиспортивный портал кировский. Вот. И там висит календарь. Там есть темы непосредственно под каждую велосипедную гонку, где можно задать свои вопросы и на них оперативно ответят. То есть, что, как, чего, где можно, что нельзя. Все там. Угу. А так теперь возвращаемся к городу, да, и городским велосипедам. И количество, да. Вот количество велосипедистов. Количество растет. Потому что в том году мы проводили примерно статистический анализ по количеству продаж велосипедов. Там цифры были даже не десятки тысяч, даже больше. Ну, тут, видите, не учитывается, скажем так, возрастной тенц. То есть, тут продавались и детские велосипеды, и взрослые. У кого-то, может быть, это уже было второе велосипед, но там порядка что-то, ста с чем-то тысяч велосипедов было продано по области. Да, я могу добавить здесь такую интересную статистику. Мы сейчас с Советским государственным университетом реализуем проект квартала 119, да, наверное, слышали. И рассказывали. Да, мы проводили там опрос, и в этом опросе был вопрос. Пользуетесь ли вы велосипедом, если нет, то почему? И практически по всем домам одинаковая получилась картина. Двое из десяти человек сейчас используют велосипед, и еще шестеро использовали бы, если бы им было где хранить. Это очень показательно. И эту информацию подтвердил как раз замминистра транспорта на велоконгрессе. Он привел статистику уже по России, что действительно, ну, больше всего, конечно, люди боятся ездить по дорогам, но с небольшим отрывом этот пункт идет от пункта, негде хранить велосипеды. И те же там 60-70% готовы были бы использовать велосипед как транспортное средство, если бы было где хранить. Поэтому задуматься нужно, скорее всего, над этим вопросом. И мы сейчас вот в рамках проекта квартал 119 думаем насчет этого и работаем. Потому что действительно шесть человек из десяти, если бы прибавились еще, это было бы показательно. Да, ну просто раньше у нас были, всевозможные колясочные в подвалах, там условия были довольно-таки неплохие. Гаражи на улицах. Гаражи, ну, гаражи, ладно. Все-таки гаражи есть не в каждом дворе, а подвал есть в каждом дворе. И как он используется, ну, тут уже вопрос. Да, да. Ну и вот тут, возвращаясь к бюджету и к деньгам и так далее, понятно, что строить велодорожки дороже. Ну, вообще дорого, да. Велополосы, возможно, подешевле, но найти место для хранения велосипедов в своем доме, это будет дешевле и интереснее для всех. В некоторых домах просто, может, соседи не общаются и как-то не могут урегулировать этот вопрос. То есть, внимание, люди купили бы велосипед, даже несмотря на то, что у нас нет велосипедной инфраструктуры в виде дорожек, просто бы купили даже с тем состоянием тротуаров и дорог, которые есть сейчас, и ездили бы. 8 из 10 человек бы ездили, сейчас 2 из 10 ездят. Только если бы были колясочные и велосипедные гаражи, например. Да, вы помните, мы рассказывали о том, что программы в той же Москве при поддержке Сбербанка и ВТБ были реализованы несколько лет уже назад, когда строились велогаражи во дворах. Здесь, кстати, я хочу обратить внимание на такой момент. Активисты из других городов делились опытом, и у них на уровне правительства тоже, либо администрации городов. В качестве рекомендации для застройщиков есть некоторые нормативы, которые они могут как-то учитывать, либо не учитывать при строительстве новых домов. То есть у нас есть тоже местные нормативы градостроительного проектирования, региональные. Там есть тоже информация про велодорожки и так далее. А насчет велопарковок, по-моему, никаких нормативов нет. То есть, опять же, нужно с нашими градостроительными этот вопрос проработать и уже в новом строительстве хотя бы как-то учитывать. Ну вот в других городах, например, в Петрозаводске или где-то еще, там есть застройщики, которые обращают на это внимание, и они такие уже стали, там, городская среда и все дела. И, в общем, они предусматривают. Но у нас пока даже не планируют парковочные места для машин, когда строят. Ну, тут вопрос вот этот сложный. Как раз он относится к транспортной стратегии, как это все развивать. И тоже есть противоречия. Допустим, у нас управление городостроительства говорит, что нужно развивать компактный план застройки. Ну, это, в принципе, самый оптимальный опыт вообще развития городов, как в Европе, либо в других каких-то странах западных, не знаю, Америки где-то еще. То есть, ну, эффективнее, там, мобильность и так далее. При этом же, там, в следующем абзаце опять пишут, что нужно для всех жителей предусматривать парковки. Но тогда ни о какой компактности речи идти не может. Потому что для всех жителей парковку предусмотреть нереально. Мы, кстати, вот в квартале 119 тоже над этим работаем. Мы делаем там инфографику такую интересную, простенькую, но интересную. Показываем, что действительно это невозможно. И нужно транспортный спрос регулировать, а не предусматривать там для всех парковки и так далее. Потому что, ну, город проектируется так, что он генерирует эту автомобилезависимость. Разрастается и так далее. То есть, людям приходится ездить на автомобиле. Инфраструктуры для велосипедов нет. Общественный транспорт ходит плохо. Выделенных полос нет. То есть, это очень такие взаимосвязанные вопросы, которые нужно очень серьезно прорабатывать, все считать. Ну, вот Игорь сейчас снял с языка у меня тему, что думают застройщики по поводу всех этих дальнейших перспектив и планов. Как вести застройку? И думают ли они сейчас о том, чтобы предусмотреть хотя бы места для велосипедов? Мы надеемся, что в следующую среду, как вот вчера в программе «Урбанс» Владимира Сметанину анонсировали, мы соберем застройщиков, девелоперов, с которыми будем говорить о комплексном развитии территории, которая тоже включает в себя, конечно же, велосипедную. Можно дать еще момент? Я бы передача, наверное, уже заканчивается. Хотел бы предложить тему для следующего эфира. Помимо велоконгресса у меня был такой транспортный тур. До этого я присутствовал, ну, за день до этого ходил на международный научно-практический семинар при содействии ООН, который проводился в МАДИ, это дорожный институт в Москве. И там как раз были лекции про устойчивый городской транспорт, и говорилось про как раз немоторизированные средства передвижения, это про пешеходов и про велосипедистов. И упор делался на то, выступали профессоры медицины и так далее. Именно на здоровье. То есть экология, здоровье, я думаю, нужно в эфир будет пригласить у нас министра экологии, правительства Кировской области. Давайте главу всего соцблока пригласим Дмитрия Курдюмова. Да, Минфин, я думаю, нужно пригласить, потому что данные, которые нам показывали, они все уже считаются, какой вред, какая выбросы, допустим, от автомобилей наносит людям, велосипедистам и так далее. Сколько это все стоит, сколько теряет бюджет, какой есть упущенная выгода и какие прямые расходы есть для бюджета города и области. Вопрос о деньгах. То есть это очень интересный вопрос, я думаю, его стоит обсудить. Спасибо за тему. Ну что, завершается дневной разворот. Григорий Долгих и Игорь Багин были у нас в гостях. У микрофона Александр Сохин, Светлана Занько. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!